Спасибо. Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем тему, которую мы начали некоторое время назад в наших встречах. Это тема соотношения Израиля и человечества, или еврейства и человечества, как неких понятий. И эта тема как бы зацепила очень основательно нас некоторое время назад, в предыдущих наших встречах. И поэтому решили сделать даже целый цикл таких семинаров, посвященных этому вопросу. Сегодня у нас с нами два ученых, один из них антрополог, это Александр Львов из Санкт-Петербурга, его знают, я думаю. Второй это Сергей Долгопольский из Буффало, в Соединенных Штатах Америки, он философ. И мы будем рассматривать эту тему, проблему отношения Израиля и человечества с точки зрения такого очень интересного, важного понятия, как исключение. Что такое исключение? И кто является исключением? И каким образом производится исключение? Ну, в частности, как-то очень хочется сказать, что по-русски со словом исключение связано слово исключительность или исключительное. Что является исключительным, Израиль или человечество? И как это одно с одной и с другим? Это такие общие вопросы. А сейчас я хотел бы предоставить слово Александру Львову из Петербурга. И у нас принцип такой, что если у вас какие-то есть вопросы, то, пожалуйста, записывайте их в чате. Вот. В некоторых случаях можно попытаться перебить докладчика. Для этого надо просто попросить слово. Там, не знаю, есть специальный в Zoom способ, значит, попросить слово. Там, пожучить какое-то, поднять ли ладошку. Вот. Но в основном в конце будет обсуждение, когда можно будет уже задать вопросы лично. Но в основном постарайтесь их сдавать в чате. Вот. Так что большое спасибо. Давайте начнем. Саша. Да, спасибо, Илья. Здравствуйте. Я рад видеть знакомые лица или имена, и незнакомые тоже. У меня, собственно, всего одна довольно короткая мысль, которую я постараюсь, ну, в смысле, я постараюсь ее коротко, по возможности, изложить. Я включу сейчас демонстрацию экрана. Значит, об исключении. Ну, да, в русском языке это слово имеет множество всяких оттенков. Отчасти Илья об этом говорил. И в том числе и положительные оттенки. Но вот термин социальное исключение, который, или социальная эксклюзия, который появился во второй половине XX века и широкое распространение получил, начиная с середины 90-х годов, он имеет отчетливо негативную, негативные коннотации. Вот одно из определений, которое я взял из российской энциклопедии «Социальные работы». Социальное исключение – процесс, который лишает определенных лиц или семьи, группы или определенные сообщества, ресурсов, необходимых для полноценной жизни и общества. Значит, понятно, что это очень плохо. Противоположностью этого термина является инклюзия, инклюзивность. Ну, сейчас это слово у всех на слуху, все стараются подчеркивать инклюзивность всего на свете. И я хотел... Да, еще понятно, что широкое распространение этого термина связано, по всей видимости, с осмыслением Холокоста. Ну, это все идет рядом. Вот такая вот сакрализация Холокоста в 90-е годы и распространение этого термина – это, мне кажется, очень такие связанные вещи. Понятно, что речь идет об исключении из какой-то группы, из общества нормальных людей или просто из числа людей. И за этим следуют... Могут последовать самые печальные последствия, пределом которых является Холокост. Ну, вот эта вот тенденция к тому, чтобы все было включено к полной инклюзии, она, ну, можно сказать, что вступает в некоторое противоречие, допустим, с традиционными еврейскими текстами. Ну, вот я думаю, что все понимают, что для еврейской культуры чрезвычайно важно разделение на евреев и неевреев. И в еврейских текстах, естественно, находится множество всяких высказываний, которые могут расцениваться как крайне неинклюзивные. И вот я... Значит, мысль, может быть, тезис, который я хочу высказать, я сразу скажу и потом его проиллюстрирую на двух примерах. Дело в том, что вот эта вот опасность исключения, она, на мой взгляд, связана с современным мышлением, ориентированным на социальные категории. То есть, когда изначально человек мыслится как принадлежащий к какой-то социальной категории, какой-то группе, то понятно, что исключение из этой категории, например, нации, да, оно чревато самыми такими печальными последствиями. Между тем, я это как-то говорил, по-моему, уже на подобной встрече одной из предыдущих, социальное мышление, привычка мыслить себя и всех остальных в социальных категориях, использование абстрактных социальных категорий, это не естественное свойство человеческого языка, а вещь, которая появилась в Европе в совершенно конкретное время на рубеже 16-го, 17-го веков. И именно в связи вот с этой привычкой мыслить в социальных категориях, исключение приобретает вот такие вот неприятные коннотации, становится опасным. Не то чтобы отсутствие, а подвешенность этих категорий мы можем увидеть в еврейских текстах. Вот я просто хочу продемонстрировать, что в еврейских текстах исключению подлежат не только отдельные люди, которые исключаются из какой-то категории, но и сами категории. Вот я начну с одного из таких неприятно сегодня звучащих текстов из Ехэскеля. «И вы, овцы мои, овцы паства моей, человек вы». И, ну, значит, понятно, что Израиль, евреи называются здесь человеком. И само по себе, может быть, ничего страшного в этом нет, может быть, это инклюзивное определение, включающее также и всех остальных. Но вот Талмуд хватается за это определение и подчеркивает вот его эксклюзивный смысл, то есть смысл связан с исключением. Значит, фрагмент из Талмуда, ну, на самом деле, в трех местах, в разных местах в Талмуде встречается вот такой медраж на этот стих. Он возникает в связи с обсуждением ритуальной чистоты или нечистоты могил неевреев. И вот тут Раби Шимон Бен Юхай приводит вот такой вот медраж. «И вы, овцы мои, овцы паства моей, человек вы, Адам, Адам Атен. Вы названы Адам, а идолопоклонники не названы Адам». Ну, надо сказать, что этот фрагмент очень часто используется в антисемитской литературе. И меня даже как-то позвали, ну, это где-то в дремучие 90-е годы было. На форуме Кураева обсуждался, там была такая мощная антисемитская ветка, и там люди приводили цитаты из Талмуда, на английском языке очень достоверные, как они утверждали. Ну, там были, конечно, искажения. Там, например, цитата звучала таким образом, якобы цитата. «Вы названы человек, а идолопоклонники – животные». Ну, мы видим, что здесь, в общем, наоборот, скорее Израиль назван животными, овцы. То есть и человек, и овцы одновременно. И идолопоклонники не названы здесь животными, а просто сказано, что они не названы человеком. Ну, даже если абстрагироваться от неточности этих цитат, все равно, в общем-то, конечно, в этом фрагменте можно усмотреть такую претензию на эксклюзивность, которая, понятно, современного человека должна очень сильно раздражать. Тем более, что здесь происходят явные исключения неевреев. Вот как об этом пишет Магаралис Праги в книге «Нер Митсва». Он пишет, мы объяснили эту вещь в своем месте, что образ Божий дан лишь Израилю и не дан народам. Но потом через некоторое время возвращается, и, в общем, понятно, что народы тоже называются людьми, неевреи тоже периодически называются людьми, в том числе и в Писании. И Магараль пытается это объяснить. Хотя, говорит, Писание «человек вы, вы названы человеком, а народы не названы человеком», тем не менее, есть у них также форма человека. Ибо в нескольких местах Писания они названы человеком. Однако есть и различия. И вот тут интересно, в чем же видят различия Магараль. «Для Израиля образ Божий, то есть форма человека, это главное, а все остальное второстепенно по сравнению с образом. Ибо образ отделен от тела, и потому все материальное становится незначительным в сравнении с ним». Ну, тут мысль Магараль, на самом деле, рассеяна по множеству фрагментов, поэтому их тут нет возможности все привести. В другом месте Магараль, например, пишет, что Израиля, в общем-то, нету еще. Он еще не сотворен. Это он делает в комментарии, на комментарии Раши на Берешит, ну, собственно, первые комментарии, где Раши говорит, ради Торы и ради Израиля сотворен мир, Берешит. И говорит, почему выбраны из всех возможных решитов, из всех возможных начал именно эти два, Тора и Израиль. Очень просто объясняет Магараль, потому что Тора, она предшествовала процессу творения, она была в самом начале, предшествовала творению мира, а Израиль завершает творение мира. То есть Израиль появляется только в конце истории. Это немножко такое парадоксальное утверждение Магарали, но оно показывает вот способ обращения с категориями. То есть есть категория, ну, как бы категория, мы думаем, что это категория Израиль. Да, говорит Магараль, категория такая есть, но она как бы еще не существует. Это некоторый проект, это форма, это образ Божий. Вот только этот образ определяет эту категорию, а все остальное, оно для Израиля несущественно. И поскольку он не наполнен еще материи, он как бы не существует, не осуществился. То есть исключение из Израиля компенсируется тем, что Израиль исключен из числа существующих. Ну, так если очень грубо и схематично говорить. И еще один пример, который я хотел привести, и на этом я, собственно, остановлюсь. И передам слово Сереже. Значит, это фрагмент из Мишны трактат «Ядаем», где говорится о неком Гере Презелите из «Аммонитян», который пришел к мудрецам и спросил, «Может ли он войти в Кагал». Ну, это выражение «войти в Кагал» означает жениться. Жениться на еврейке в данном контексте. И дальше начинается спор. Значит, Рабан Гамлиэль говорит, запрещено тебе. Раби Илашуа говорит, разрешено тебе. Рабан Гамлиэль обосновывает свое мнение цитатой из Писания. В Писании действительно говорится, не войдет «Аммонитянин» и «Мавитянин» в Кагал Господний, даже в десятом поколении. Вот здесь обратите внимание, что даже понятие «еврей», оно не поддается категоризации. То есть, вот, с одной стороны, этот самый Иуда, он уже еврей, он гер. Например, он, по всей видимости, считается в Миньяне, он соблюдает заповеди, он во многих отношениях является евреем. Но в каком-то отношении, оказывается, Рабан Гамлиэль считает, что он не еврей, то есть он не может жениться на еврейке. Но с ним спорит Раби Илашуа и приводит ему другой аргумент. А разве «Аммонитяне» и «Мавитяне» на местах своих уже поднялся Санхирив, царь Ашура, Ассирия, и перемешал все народы, как сказано, и передвинул границы народов? Вот, мне кажется, очень показательный такой фрагмент. Здесь мы видим, что есть исключения из категории, но потом, значит, Раби Илашуа говорит, да эта категория уже давно не существует. Никаких «Аммонитян» и «Мавитян» уже нет, поэтому, собственно говоря, исключения не действуют. Ну, в результате, надо сказать, что Рабан Гамлиэль с ним согласился и разрешили ему войти в Кагал, этому самому Иудея Геору. Ну, вот, вот существует два таких, ну, как бы две линии. Одна опирается на категории и исключает, как бы, из них отдельных людей, а другая, наоборот, вроде как, опирается на людей, исключает категории, в которые эти люди, из которых эти люди должны исключаться. Вот, собственно, это вся мысль, которую я хотел высказать. И, наверное, я остановлю демонстрацию, да, и жду вопросов, комментариев. Ну, тут есть некоторое небольшое обсуждение в чате, но оно не совсем, как бы, в форме вопроса. А, я не успел посмотреть. Не, не, ну, неважно, Саш, если больше, что-то я тебе подскажу. Но касается, точнее, как бы, некоторой специфичности этой ситуации, которую Раби Шимон Бар-Яхай, он, как известно, занимался, это очень тамуд хитрая штука. Он занимался специфической проблемой очищения и нечистоты Твери, где были кладбища, их нужно было установить. И он в связи с этим, так сказать, постановил, что нееврейские кладбища, они не считаются. То есть, нужно, что они не оскверняют, и поэтому не представляют опасности. Это совсем другая история. Она совершенно, на мой взгляд, то есть, понятно, что ее, скажем, уже в средние века мы могли это утверждение переводить в режим более общего вопроса, но то, что в самом Талмуде вообще о другом идет разговор, именно идет вопрос о осквернении нечистоты мертвого и так далее, а не по проблеме категоризации, кто там называется, Адам, а кто не называется, и так далее. Так, Илья, собственно, основная моя мысль была, что в Талмуде вообще не идет разговор о категоризации. Разговор о категориях идет только в связи с какими-то совершенно конкретными вопросами, типа нечистоты. То есть, отсутствие в Талмуде категорий меняет смысл наших сегодняшних вопросов об эксклюзивности и инклюзивности. Вот, что я хотел сказать. Тогда есть у меня, по крайней мере, вопрос, но я пока не знаю, вопрос тебе или вопрос следующему докладчику, я думаю, мы послушаем следующий докладчик, потом вернемся ко всем вопросам. Но у меня все-таки есть вопрос о том, за счет чего вообще возникла эта категоризация, когда она появилась, и конкретно в данном аспекте, то есть, как категоризация отношения Израиля и человечества, когда она стала актуальной категорией, потому что, в принципе, все-таки в средневековой литературе, пока мы встречаем разговоры и про Израиль, и про человечество, Да, но они не как категории там выступают. Это, в общем, все прослежено, есть масса литературы об этом, там, когда, скажем, идут, ну, вот, по-моему, Фуко это писал, если не путаю, характеристики народов, там существовали какие-то словари, где эти характеристики подбирались прямо противоположные, то есть, они имели такой риторический смысл, а вовсе не философские, это было не описание категории, а просто некоторый набор риторических тропов. Если твой вопрос о времени, вот этого появления социального мышления, действительно, такая вещь, которую трудно себе представить, потому что действительно, нам кажется, что социальное мышление это очень естественная вещь. Вот историки-медиаевисты, значит, говорят, что появляется оно на рубеже 16-17 веков, появляется довольно быстро на протяжении жизни одного поколения, необходимость появления социального мышления была связана с религиозными войнами, ну, собственно, с претестантизмом, с прочими вещами, и проявляется это на очень многих уровнях. Ну, хотя бы вот такая простая вещь на уровне языка. Для меня это в свое время было таким, такой неожиданностью. Оказывается, термины, привычные нам термины, обозначающие разные конфессии, иудаизм, христианство, они появились в 17-18 веках, их прежде не было. Слово «религия» с неопределенным артиклем появилось тоже примерно в это время. До этого была просто религия, как бы одна, просто все по-разному ее понимали. Ну, вот это вот один из таких примеров. Ну, есть, конечно, очень интересный вопрос, как осмыслялась общность до появления социального мышления. Ну, в него трудно вдаваться подробно. вот, опять же, медиевисты пишут про сакральное тело. Понятие сакрального тела, причастность к которому определяла, собственно говоря, общность. Ну, очевидно, существовали и существуют и сейчас другие типы общностей, не основанные на социальных категориях. Ну, собственно, текстуальные сообщества, которыми я занимался, там тоже очень хорошо видно, что это сообщество, которое чрезвычайно плохо укладывается в категориальный аппарат. Ну, вот, скажем, то, что греки разделяли всех на эллинов и варваров абсолютно четко, это было так примерно за две тысячи лет до того, как прошла уже категоризация. Здесь, конечно, еще идет вопрос о том, какую модель, что ли, методику мы принимаем за основу, потому что можно, я, например, может быть, это будет теоретически звучать, но я усомнюсь в, так сказать, в адекватности этих историков-медиавистов, о которых ты говоришь. Они вам сказали свою модель. И эта модель, да, она интересна и осмысленна, о ней можно говорить. Я думаю, что лучше будет для нашего обсуждения, что мы примем это, как некоторую возможную модель. И не будем сейчас спорить вообще, насколько эта модель адекватна. Ну, вот, если можно вмешаться в ученую беседу, я бы хотел одно слово сказать. Можно? Конечно. Во-первых, я очень, очень интересно, но мне кажется, что тут происходит некое смешение, что действительно, когда мы переходим на философский язык, там теряется вот это вот различие. И как оно, Моренову Химу Рамбома, который пытается уже двигаться к философским категориям, там уже никакого подчеркивания отличия Израиля нет. Там важно, человек понимающий или непонимающий. С другой стороны, в Кабале, оно там, где отталкиваются от философского языка, оно как раз есть. Но вообще, раби Шимон Барахай в Гемалье очень радикальный, очень, причем последовательно, за что его и отправили обратно в пещеру. Теперь, почему, мне кажется, тут есть некое смешение попытки философского анализа и эмоционального? Потому что то, что ты прочитал, действительно, Саша, ужасно обидное. И у меня есть эмпирическое правило. У меня в Москве живет мой друг нееврей, с которым я сидел за одной партой. И каждый раз, когда я встречаю в наших источниках какую-то такую обидную, ужасную вещь, я говорю, вот мог бы ли я при нем это повторить громко и прочитать. Если я не мог, я как бы это отодвигаю и говорю, что мне надо еще это переваривать. Однажды этот вопрос мы задали пожилому сегодня дедушке Шофет Таль. Вот известно, есть судья Таль, есть Хок Таль и все, значит, такой очень... И мы его спросили, вот как это, сколько мест обидных и ужасных написано про неевреев в наших источниках и в Талмуде и все прочее. Он так посмотрел своими грустными глазами, покивал головой и сказал, понимаешь, вот нас столетиями насиловали убивали, обкрадывали, а мы про них написали. Опять, я не к тому, что я чувствую себя необходимым занять апологетическую. Есть действительно ужасные вещи написаны. Но вот так вот он сказал, они нас убивали, а мы про них написали. Да, Миша, спасибо большое. Вот я тут, может быть, еще раз попытаюсь уточнить направление. Ну, да, я согласен, что тут происходит какое-то такое смешение. То есть, действительно, это такая очень болезненная проблема. Ну, я думаю, что прежде всего для евреев, да, когда, ну, вот Миша очень хорошо описал, когда сталкиваешься с такими местами. Ну, мне стыдно за них, да. Да, 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 да. Ну, да. Да, и тут можно занять такую оправдательную позицию. Можно просто сказать, да, мне за это стыдно. Можно сказать, ну, тут нужно разбираться, вот как Илья сказал, тут вообще о другом идет речь. Тут идет речь там о ритуальной чистоте, захоронении. Это очень специфическая вещь. Можно сказать, что есть еще масса других мест в Талмуде. Это просто вырвано из контекста цитаты, ее нельзя так воспринимать буквально. Это все понятные стратегии защиты, как бы, но я хотел немножко с другой стороны зайти, попытаться посмотреть на нас. Вот почему мы так не любим исключения? За что мы их так не любим? Ну, на самом деле, понятно за что, потому что исключение, опять же, связано с Холокостом, да, ассоциация такая. Кого-то исключают, значит, все, завтра его отправят в Освенцию. И если даже не отправляют, то все равно, значит, такая вот возможность остается. Но вот если посмотреть чуть-чуть с другой стороны и увидеть, что это исключение в принципе, как бы, не действует таким образом, просто потому, что оно, ну, оно в каком-то смысле не рабочее, да, мы не можем опираться на категории здесь, как на что-то такое устойчивое и на основании этих категорий отправлять людей в Освенцию. Потому что категории нет. Потому что еврейские тексты не поддерживают категории. Это может быть такое очень радикальное антифилософское заявление, но вот мне кажется, что... Ну, хорошо. Давайте мы рассматриваем это в качестве рабочей модели. Я не хочу сейчас с этим как-то спорить. Я принимаю вызов и считаю, что разобраться и понять, что это такое действительно очень важно. И важно понять, как это работает и так далее. Но, значит, может быть, мы сейчас действительно перейдем к второму выступлению? Или кто-то хочет какую-то реплику еще сказать? Ну, вот я хотел Мишу спросить, вот как я ответил или это все равно непонятно? Ну, я понимаю. Я главное понимаю ход твоей мысли. Он мне тоже близок, потому что действительно, ну, вот как когда ты объявил кого-то другим, да, ахер, другой, то ты уже, если это таракан, то ты можешь его полить кипятком или, так сказать, его истреблять и уже не думать хотя есть, конечно, крайние. Я помню, когда я гулял по Непалу и встретил в горах Непала буддиста, он с ужасом, я ему сказал, ну, конечно, я жуков убиваю у себя дома, он посмотрел на меня как на какое-то чудовище. Но, да, действительно, мы считаем, что они иное, да, вот тараканы и, там, я не знаю, скорпионы и змеи, что они иное, и их, так сказать, можно уничтожать в Йом-Кипур, совпадающий субботой. Но, да, я, ну, в таком смысле мы тут друг друга поняли, да, потому что, если эта категоризация не переходит в действие, она, я надеюсь, что еврейский закон выработал, даже вот, когда ты читаешь Гемару, ты вдруг видишь, как вот эти крайние точки зрения Раби Шимон Мор-Эхая, они вдруг превращают, они вдруг нейтрализуются поколениями мудрецов. То есть, выработан в еврейском совокупном теле, если раз ты уж упомянул, там, так сказать, сакральное тело, выработан четкий иммунитет против обращения их в действие. Поэтому я не думаю, хотя, так сказать, нас обвиняют, что мы там устраиваем, готовим новые холокосты, но я считаю, что это беспочвенное обвинение. Именно благодаря иммунитету. Я надеюсь, да. Разделяю твою надежду. Я хочу защитить, я хочу защитить все-таки данный шимон Мор-Эхая, а все-таки категоризацию. И, ну, может быть, это наша дискуссия небольшая, сейчас вызовет основу для следующего выступления, которое все-таки очень важно выслушить, а потом, я надеюсь, у нас будет возможность обсудить это все вместе. Так вот, я все-таки считаю, что категоризация, во-первых, я не уверен, что категоризация действительно возникла в 16 веке. В общем, все, что мне известно из истории и по текстам и так далее, свидетельствует о том, что это не совсем так, что здесь какая-то хитрый, какой-то хитрый вопрос, может быть, для антропологов или каких-то историков эта позиция на данный момент и гипотеза приемлема. Я ее не могу для себя принять, но у меня, значит, был такой, извини, Саша, просто маленький-маленький эпизод. Было это дело много лет назад. Я еще тогда ни разу не держа в руках священных мусульманских текстов, то есть Корана, я был в мадресе мирараб Бухаре и зашел туда и разговаривал с хешеботниками, не с хешеботниками, а с мюридами, оговорка по Фрейту, значит, которые там изучают ислам. И, значит, соответственно, я с ними разговаривался о том, что изучают в этом мадресе и так далее, и так далее. В какой-то момент я говорю, ну, вот вы говорите, что изучаете Коран, вы можете мне показать Коран, чтобы я взглянул, как он выглядит? Они мне говорят, ну, слушай, это, конечно, возможно, для этого необходимо совершить ритуальное омовение. Я говорю, ну, ладно, я готов совершить ритуальное омовение, если это так требуется. Тогда мне говорят, ну, для этого нужно быть мусульманином. Вот, значит, вот это типичный случай-исключение, когда мне интересовавшую меня в тот момент книжку под названием Коран не дали в руки, просто потому, что я другой. Потому что я, это не связано никак с 16 веком, ничем. Это, естественно, жрятский закон, который значительно более древний. Естественно, подобные законы есть в любой религии, и в иудаизме, и в христианстве, и где угодно. Думаю, что даже и в буддизме есть. То есть, иными словами, ситуация вот этой исключения, она как бы есть реальность. И мне не представляется, сейчас, одну секунду. Ну, пожалуйста, вместе. Так, вместе. Ну, да, то, что мы другие, как бы... Я закончил просто... Мне не представляется, что это какая-то плохая вещь. Мне кажется, что это часть некоторой системы, которая тоже имеет смысл, и которая нужна в мире. Вот эта исключительность, исключение и так далее. Потому что, если мы все будем не исключительными, а какими-то общими, средними, одинаковыми, то, наверное, это будет не лучший вариант, а худший. Вот мне просто такая реплика пока, я не знаю, как бы она может вызвать тоже дискуссию, но, может быть, я на правах ведущего все-таки передам слово Сергею, и сейчас заслушаем вторую часть нашего сегодняшнего дня. А можно я на себя отреагирую? Ну, давай, отреагируй на меня, и все, после этого... Из того, насколько все-таки я немного знаю Талмод, поскольку все как бы шахт прошло, у меня ощущение мое все-таки личное, что там действительно, вот ты совершенно прав, что есть тенденция, безусловно, ну, не называйте это категоризацией или исключением, но оно постоянно присутствует. Например, 10, я не знаю, так сказать, различных сортов людей вышли из Бавеля, такой, из Бавилона, и там категоризация очень четкая, кто с кем может жениться, не смотря на то, что Асанхирев давно-давно всех смешал. Мы хотим, тем не менее, эти категории все обозначить точно, с кем, с кому можно жениться, какие браки возможны, а какие нет. И параллельно идет вот другое, то, о чем говорил Миша Карай Иванов, что есть какое-то смазывание этих границ. Причем почти все они уже на сегодня смазаны, кроме, скажем, границы манзе, которые существуют, тем не менее, против них тоже есть какое-то желание, как можно их смазать. И Шульхан Арух, например, он говорит о том, что да, то, что уже смазалось, смазалось, да, мы уже не лезем, не интересуемся, кто был, кто стал. То, что... Да. То есть есть какие-то две тенденции, но, по-моему, в Талмуде очень много желания все, все, с другой стороны, вот как ты сказал, показать, что есть исключительность. Но это не философская категория, вот что. В Талмуде есть ролевые маски, но не... Да, может быть, да, я когда-то хотела вас спросить, может ли такое быть? Есть Гой, есть ребенок, есть Тумтум, Андрогенус, да, но это не философская категория. Да, да, спасибо, Миша. Вот я хотел именно это сказать, потому что тут какое-то такое вот действительно не совсем точное понимание складывается. То есть действительно в Талмуде постоянно происходит разделение, но эти разделения происходят по конкретным поводам. И, ну вот я приводил примеры, да, то есть человек является евреем в одном смысле и не евреем в другом смысле. Ну да, кстати, в твоем примере, в твоем примере, вот когда ты приводил, что тебя позвали Кураеву, да, что там как скотина, это контаминация из другого источника, это сфот, тоже по очень конкретному поводу, что если еврейскую женщину изнасиловал Гой, да, то как считать, какой статус у ее ребенка, или там изнасилование, может, она в какой-то момент согласилась, изменила ли она мужу, и, так сказать, или это как семя скотины, и тогда никакой измены мужу нет. То есть, опять, это сегодня звучит ужасно, это можно повернуть ужасно обидно, но на самом деле, я не уверен, что это было обидно, это скорее была соломинка для спасения для бедной женщины, которую насиловали, и для ее ребенка, чтобы установить его статус. Так что, опять, мне неудобно, что я занимаю традиционно апологетическую, потому что есть места, за которые мне стыдно, и за Раби Шимон Бараха и мне стыдно. Во многих местах я не могу его... Я помню, что, как он, герой нашей культуры, я читал своему маленькому сыну, который сегодня стал хабадником и все прочее, и когда он сказал аналогичную вещь, что самый хороший персонаж мертвый, я даже, мне стыдно и повторить это, то я поперхнулся, остановился и сказал, что я так не думаю, и, так сказать, и так далее, и так далее, и так далее. Такие дела. И тоже добавлю одну маленькую реплику, которая, мне кажется, здесь очень интересна. Если мы вернемся к вот этому, значит, ну, к вот этому драшу Раби Шимон Барьяхая, то мы заметим, что для него важно, как бы, является ли там труп умершего человека источником ритуальной части или нет, потому что, значит, толкует это как раз через этот стих про Адам, означает, что то, что делает мертвое тело источником ритуальной чистоты, связанное с некоторым качеством человечности, быть я Адамом, да, которое в народе Израиля проявлено в, там, в некотором смысле, как бы, актуализирует, ну, работает, да, как бы, а в народах мира не работает. И это, как бы, понимает не только вопрос, что такое народ Израиля, но еще вопрос, что такое Адам, человек, да, как бы, что это можно думать, как некоторые такой еще, ну, как бы, такое, проблему категоризации человека, человечности, оказывается, что человечество такая вещь, которая может в разной степени включена, и из этого бывают разные последствия, практически, теоретически. Спасибо, Вася. Илья, ты передашь слово Сергею, или... Илья, у тебя микрофон не включен. Я, извиняюсь, я выключу себе микрофон, чтобы не мешать. Значит, сейчас я все-таки передаю слово второму докладчику, потому что у нас завязалось некоторый разговор, завязался некоторый разговор, я надеюсь, он продолжится, значит, после второго выступления. Пожалуйста, Сергей. Спасибо. Спасибо, Илья, за организацию такой интересной дискуссии. Саша, спасибо за прекрасное начало, заложившее основу. Я попытаюсь построить на... на... том, что ты... на том фундаменте, который ты заложил, и прежде всего я хочу обозначить тему. Меня интересует несколько другой аспект, не исключение в плане теории множеств, не в плане диаграммы Эллера-Вена, не в плане вот этих вот пересекающихся или не пересекающихся окружностей, которые здесь назывались категориями, я так понимаю, в социологическом смысле, а скорее меня интересуют внутренние исключения. и под внутренним исключением, я понимаю, остается немножко более понятно чуть позже, но это внутреннее исключение, оно основывается на том, что некоторое мы нуждается в некотором механизме исключения, этот механизм исключения нелинейный. И именно он отличается от вот этих диаграмм Эллера-Вена именно тем, что это нелинейное исключение, оно не плоское, оно не поверхностное. Ну, я, пожалуй, чтобы обозначить эту тему внутреннего исключения, воспользуюсь понятием Израиля, которое Саша уже ввел, и, может быть, даже воспользуюсь примером из Икеля, который мы сегодня уже смотрели, там противоположность между Израилем и идолопоклонником. Но проблема в том, кто такой Израиль. Мы, как бы, автоматически провели идентификацию с евреями, но вместе с тем есть другая точка зрения, эта другая точка зрения, она важна, потому что для рассмотрения, потому что она связана с тем, что Саша сказал о исключении в связи с Холокостом, именно, что евреев исключили из человечества, и поэтому все теперь так не любят исключения. В связи с этим я хотел бы три коротких замечания сделать. Во-первых, исключение евреев из Холокоста это не то же самое, что исключение Таракана, которого я убиваю в Йом-Кипур, совпадающий с Шабатой. Потому что, по крайней мере, собраться одной из концептуализаций этого евреи отказывают в существовании в принципе. Таракану никто не отказывает в существовании, его просто уничтожают. А еврей уже уничтожен, и, собственно говоря, конституционные лагеря это просто механизм обналичивания того, чего уже нет. Но все равно, это только современное дело. Более важные ответы, и третий ответ на Сашевну сравнение или там завязку исключения на Аллакост, он связан с тем, что есть очень старый теологический механизм, который, как я сейчас попытаюсь объяснить, он очень похож на механизм Аллакоста. Он старый, он идет к поздней античности. Этот механизм связан с тем, как христианские теологи представляют себе Израиль. Есть соревнования о том, кто такой настоящий Израиль. Есть знаменитая теологема Израиль по духу, Израиль по телу. Израиль это незаконченная категория в этом смысле. Кто, собственно, туда входит? И вот, когда христианские теологи пытаются построить карту мира, вот эта карта мира, она как раз послужит мне местом, где можно проиллюстрировать сложности и явления внутреннего исключения. Для христианских теологов существуют следующие элементы на этой карте мира. Правильные христиане, те, которые правильно исповедуют христианство, еретики, христиане, но которые его исповедуют неправильно, идолопоклонники, которые поклоняются неправильным богам, но их теоретически можно конвертировать в христианство, неконвертируемые, люди без души, там, например, согласно инквизиции, позже, гораздо, когда они приехали в Южную Америку, они решали вопрос, аборигены, есть у них душа или нет, можно их спасать или нет. Люди без души, неконвертируемые, в принципе, уже четыре категории. И евреи. Евреи – это проблема. Они не являются христианами ортодоксальными, правильно верующими христианами. Они не являются еретиками, потому что, чтобы быть еретиком, как я уже сегодня пояснил на исламском примере, ты должен быть христианином. Они не являются идолопоклонниками, потому что, если они являются идолопоклонниками, то христиане поклоняются Богу идолопоклонникам, никто не отменял, что это тот же самый Бог для христиан. И они не являются неконвертируемыми, то есть людьми без души или существами без души, по той же самой причине, по которой они не являются идолопоклонниками. Возникает вопрос, где их место на карте христианского мира? Ответ – нигде. И везде в то же самое время. В зависимости от исторического контекста или политической конъюнктуры евреи третируются как эритики, как идолопоклонники, как люди без души, машина, механизм и так далее, и так далее. Но у них нету стабильного места. Вместе с тем, без этой категории, без этого политики, идеологополитического понятия еврей, карта, христианская карта мира, во всей ее плоскости и кажущейся непрерывности невозможна. То есть, если рассуждать об этом в топологических терминах, есть некоторая выколотая точка, которая бесконечно мала, но только благодаря этой бесконечно малой выколотой точке, бесконечному пределу выколотости или бесконечному пределу исключения, плоскость христианского мира становится возможной. Примерно такой же механизм. Я этот механизм называю внутреннее исключение. Почему оно внутреннее? Потому что это не за пределами некоторой очерченной плоскости, а это основание возможности этой плоскости. И вот именно в этот механизм внутреннего исключения меня больше всего интересует. И меня этот механизм интересует в отношении к понятию человечества. Есть ли в понятии человечества какой-то внутренний механизм исключения? И как мы уже здесь обсуждали, попробую документы определенные поставить на экран. Одну минуточку. Что-нибудь видно, нет? Какой-нибудь документ, нет? Не видно? Вот сейчас. Виден документ на экране? Да, виден, я уже знаю. Вот давайте посмотрим на этого симпатичного медведя. Человечество, я согласен с Гумбрихтом, это вполне современное явление, возникшее со времен французской революции. Но у него тоже есть свои теологические корни в поздней античности. Мне эти корни интересуют. Ну, сначала несколько слов об этом универсальном человечестве, которое возникает со времен французской революции. Франция создает идею, что любой может быть французом, поскольку он принимает идеи французской революции, равенства, братства, свободу, и он начитан в мировой культуре. Не во французской, заметьте, а в мировой культуре. Такой человек может быть французом. Такую же идею мы имеем в немецкой философии. Фихте говорит, что настоящий немец язык немецкой философии и так далее. Или там я русский выучил только за то, что им разговаривал и так далее. То есть идея заключается в том, что есть некоторая есть некоторая себя распространяющая распространяющая плоскость, некоторое универсальное человечество. И это универсальное человечество дальше построено на механизме исключения. Например, Наполеон, не хочу углубляться в эту тему, просто обозначу как пример, предложил евреям выбор. Либо вы становитесь универсальными людьми, либо вы остаетесь евреями. Вот тут как бы тоже очень ясный пример, то есть ясный пример этого самого выколачивания, выкалывания, выколачивания одновременно. Но есть аналог к этому, так же как и понятие отсутствия еврея на христианской карте мира, в то же время делающие эту карту мира возможной. Точно так же и для понятия универсального человечества есть очень важное теологополитическое понятие, это понятие Гой. И это понятие тоже очень и очень нестабильное, очень и очень нестатическое понятие. Я ссылаюсь на книгу Шайра Зенцвея Диафира, которую я отрецензировал, я там не знаю, где-то в рассылке есть ссылка на это, если не посмотрите Political Theology, Политическая теология, напишите там мою фамилию, например, и вы увидите ссылку. Основной аргумент этой книги заключается в том, что начиная с пола апостола Павла и в основном в раввинской литературе понятие Гой, библейское понятие Гой, которое просто означает любой народ, начинает обозначать что-то очень интересное, начинает обозначать отдельного, единственного человека, индивидуума, который находится, по крайней мере, это моя интерпретация, я там обосновал их аргументы, которая находится в процессе конверсии в Израиль, в процессе перехода в Израиль. И этот человек, он, соответственно, отрывается от своих этнических корней и так далее, но этот процесс не завершен. И вот это то, что важно, что этот незавершенный, подвешенный практически человек является первым индивидуумом. Из этого индивидуума, этот индивидуум в то же время абстрактен и динамичен. И этот абстрактный, динамический индивидуум, он и является основанием того, что потом возникает как универсальное человечество. Свойство этого универсального человечества как раз в том, что оно внутренне исключено, или работает механизм внутреннего исключения. Сейчас я хочу опять на картинку посмотреть и показать, как этот механизм внутреннего исключения работает визуально. Вот вы видите этого медведя, я сфотографировал этого медведя, видно, да, на экране эту штуку? Я сфотографировал этого медведя в Риге два года назад, а вот картинка, которая показывает контекст. В этом контексте мы видим, что много-много таких медведей вокруг площади построены в один круг, каждый медведь раскрашен красками разных государств, включая Израиль, тут тоже есть израильский медведь, государство Израиль. Вот люди там ходят, медведь не имеет пола, не имеет возраста, и вся эта выставка называется United Bears, я в общем читаю, это объединенное человечество, и в середине стоит один медведь, вот тут его видно, не знаю, вы видите мою, он такой, у него нет никакой раскраски, но на нем по всему телу написаны разные версии золотого правила. поступай по отношению к любому так, как ты хотел, поступали по отношению к тебе, там самых разных вариантов. Вот этот медведь, он одновременно, центральный медведь, он одновременно исключен из круга, и в то же время он стоит в середине круга. Он не принадлежит ни одному конкретному государству, он не является человеком, потому что у него нету никаких цветов, он абсолютно чистый медведь, и этот абсолютно чистый медведь так же и никому не принадлежит. Вот этот механизм исключения. И это современная модель человечества. У меня есть некоторые комментарии или возражения, или, скажем, проблематизация относительно бедности, концептуальной бедности этой модели человечества. даже несмотря на то, что она хорошо иллюстрирует этот механизм исключения. Почему она бедна? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно будет воспользоваться тремя очень-очень ограниченно и просто без технических деталей, но они абсолютно нужны для того, чтобы это сделать. Первая категория это, не категория, первое понятие, это, там, скажем, концепт, это, я не знаю, как это сказать, первое, о чем нужно тут говорить, это схема. Схема по канту это использование образа для того, чтобы выразить некоторое понятие. Например, тарелка это схема для круга или там то, что я нарисую, нарисую на, видно мою руку, там, я не знаю, нарисую на доске круг, это тоже будет кружок, это не реальный круг, но это схема, образ, который служит для того, чтобы сделать понятие видимым. Вот эти вот медведи, это попытка представить человечество в виде схемы, схематического медведя, схематического круга. И понятно, что это ведет, это ведет к политической унификации, и это ведет к, опять же, исключению центральной точки всей этой окружности. И, в общем, это не работает. Кан тоже понимал, что этого недостаточно. Вместо этого он предлагал думать о человеке, в честве, в двух других, в двух других конструктах, концептах, не знаю, просто слово использую. Понятие символ и дальше понятие возвышенного. Понятие символ для него означает образ, который используется для понятия, но этот образ не является схемой этого понятия, потому что нет ничего общего. Между, скажем, тарелкой и кругом есть что-то общее, а между символом, например, символом государства, если символом называется мельница в кантовском примере, и понятием государства нет ничего, это только символ. И может быть много разных символов. Мельница, флаг, так и так далее. Символическое мышление позволяет Канту сказать, сложный переход, но, в общем, он говорит, что основой символического мышления является осуждение о прекрасном и моральное осуждение. А именно, когда я мыслю символически, например, говорю, что что-то, вот эта картина прекрасна, то я выстраиваю абсолютно не такое отношение между людьми, как вот эти вот медведи, потому что здесь каждый должен принять идеал этого медведя, должен. А когда я говорю что-то прекрасное, я просто предлагаю всем остальным со мной согласиться. Согласие важно для меня, но я не диктатор, и я не настаиваю. Я, может быть, очень хочу, но я не настаиваю. Я просто должен быть уверенным, что с моей точки зрения это может универсально считаться красивым. Это основа морального суждения, и дальше это основа, согласно Арендт интерпретации Канта, это основа политической философии. И, наконец, у Канта есть, то есть тут человечество уже не сумма объектов и не сумма схем, а некоторые эстетические моральные принципы отношений между людьми, которых один человек предлагает другому свое суждение, надеясь, что оно будет всеобщим, но не настаивает на нем с помощью никакой силы. Но тут можно дальше немножко продвинуться в сторону возвышенного. Но возвышенное это последний элемент в кантовской конструкции, это обращение к образу, это попытка говорить о понятиях, которые вообще не могут иметь никакого образа. И с точки зрения Канта, человечество в высшем смысле слова это отношение между людьми, которое построено по принципу возвышенного. Там вообще нет попытки дать человечеству хоть какой-нибудь образ. Человечество само по себе это возвышенное понятие. У него не может быть образа. А теперь в заключении, я так понимаю, что время у нас ограничено, в заключении я хочу перейти вот к этому тексту, этих медведей, который предлагает некоторую другую модель сообщества, некоторую модель отношения между между людьми по поводу того, что для них важно обсуждать. И эта модель связана с Талмудом и с палестинским Талмудом, в частности, с Талмудом Ярушалми. Эта модель позволяет продвинуться за Канта и, может быть, пойти совсем в другую сторону. Главное тут отличие, заранее скажу, заключается в том, что если для Канта все-таки даже на уровне возвышенного, это некоторое единство, единство практически анонимное, единство практически индивидуальное, это либо очень большой индивид, мы все одно, или мы все один, или вообще это полная анонимность возвышенного. В Талмуде, мы это видим и в Палестинском, в Вавилонском Талмуде тоже, но в Ярушалме это особенно интересно, потому что мы увидим другой тип отношений, другой тип отношений между людьми по поводу того, что им важно. В данном случае то, что людям важно, это божественный закон. И божественный закон это тоже фигура внутреннего исключения. Я сейчас попытаюсь объяснить, почему применить так к Палестинскому Талмуду, к этому короткому фрагменту. Давайте сначала почитаем. Я тут изобразил короткий перевод. Посылающий жене свои закладные о разводе. Это цитата, которая потом станет, потом войдет в Мишну или уже в Мишне. Она продолжается так. Посылающий жене свои закладные о разводе. И потом он, значит, того, кого он послал, встречает и говорит, что этот разводной документ недействителен, Мишна говорит, что да, он недействителен. Ну вот они пытаются сформулировать божественный закон. В дополнение тому, что сказано в Торе или в Пятикнижии, в Пророках, допустим, и в Писаниях. Они пытаются сформулировать некоторое правило, которое нигде больше не написано. Эта попытка сформулировать правило, она известна, например, в греческой традиции как Керигма. Классический пример этого Крион в Антигоне, который издает свой дикт. Естественно, в Антигоне основная противоположность между божественным законом, который не нуждается ни в какой Керигме, не нуждается ни в какой человеческой формулировке, а нуждается в том, чтобы по нему жили. Поэтому она там идет и посыпает прахом земли своего брата и потом за это умирает. Она говорит, что божественный закон не может быть выражен в словах, не может быть ни письменно, ни устно, никак. А здесь мы имеем дело с божественным законом. И даже Торрес, мы думаем о пяти книжах Моисея, она, даже если божественный, все равно это больше загадочный текст, чем какой-то законнический текст в римском смысле этого слова, который прописывает некоторые процедуры и так далее, и так далее, и так далее. Можно вытащить процедуру, но для этого нужно интерпретировать. А само по себе это загадка. Так вот, посылающий же, я возвращаюсь просто в текст, чтобы его немножко почувствовать на вкус, посылающий жене своей закладной о разводе. Такая формулировка божественного закона расходится с формулировкой Раби Йохана. Это расходится с Раби Йоханом, потому что Раби Йоханан сказал, предложил другую формулировку, и человек отменяет посольство со своими словами. То есть, Раби Йохану, если ты кого-то послал, то тебе достаточно просто потом сказать, даже в отсутствии этого человека, что твое посольство не имеет смысла, отменено, и этого достаточно. То есть, у них есть две попытки сформулировать божественный закон, они сталкиваются и выглядят, как отменяют одну одна другую. Дальше кто-то говорит, решит о тем, что дела о родственных браках серьезнее. То есть, может быть, да, Раби Йоханан в целом прав, а то, что в Мишне сказано анонимно, скажем, Раби Мейер, то это применимо только к вопросам развода, потому что это связано с родственными браками, и это серьезнее, поэтому тут ты не можешь отменять заочно. И дальше идет рассуждение, которое уже не имеет никакого отношения к Мишне, а является попыткой сформулировать дальнейшие правила, божественный закон в виде правил. Возможно, что это продолжение того, что сказал Раби Йохан. Значающий посланца донести закладной о разводе должен дать ее в присутствии двух, перед двумя и посланниц людьми, посланниц не может быть один из них, должно быть три человека, деятеля или суд. Следующее правило отправился посланец отменить закладную, должен отменять ее перед двумя и сам посланец тут, значит, послабление нам дается, когда она отменяется. Дальше нам дается очень тоже правило, просто правило, попытка сформулировать правило. Вроде бы это как от имени Раби Йохан, хотя можно спорить на эту тему. А дальше у нас драма, комедия, трагедия, фарс, как хотите. Отправился посланец отменить закладную, наткнулся на него муж на улице и сказал ему, ну, где закладная, которую я тебе дал? Посланец сказал, я ее уже и доставил. И тут она выпадает у него из складок одежды, из кармана выпала. Один говорит, ты же сказал, что ты ее доставил. Она сказала, что пусть она хранится у меня, как гарантия развода. Возникает вопрос, что же теперь? Верить ему, ведь развод, документ в его руках, вернее, развод в его руках, то есть он может развести, может закончить процедуру развода или не верить, ведь закладная в его руках, то есть он не донес ее. Все, они оставляют это как абсолютно апоретическое, неразрешенное. То есть правила нет, они не знают, какое правило. Дальше, следующее, последнее правило. Посланец заболел. Что делать? Поступать в случае в обручении, в случаях ирусин. И ответ да, да сделается как в разводных закладных, но не как в обручении, потому что там не любит технические подробности. То, что мы видим здесь, мы видим серию попыток сформулировать божественный закон в виде правил, и эти попытки внутренне исключают друг друга, они подрывают сами себя. то есть, с одной стороны, невозможно сформулировать божественный закон без того, чтобы дать ему форму правила, с другой стороны, есть прекрасное понимание, что попытка дать ему форму правила проблематична. Эти правила внутренне между собой они друг друга исключают, а есть внутреннее исключение, потому что правило само себя исключает как возможность формулировки божественного закона, который в принципе до конца не может быть сформулирован в виде правил. Такая модель формирует, я теперь возвращаюсь к Мишкам, такая модель формирует радикально другую, радикально другой способ мышления о том, что такое человеческое действие, что такое правило, которое человек формирует. Я отрождествляю действие правила, потому что правило не только появляется в форме таких юридических формулировок, которые мы сейчас видели, но и в форме так называемых примерных действий, действий, которые человек таким определенным образом и это становится примером МАСЭ, английский example react, становится примером, который тоже используется как юридический прецедент. Можно ли сформулировать правило или поступить таким образом, чтобы твое правило или твой поступок был полноценным выражением божественного закона? Рубицы оставляют в финском, оставляют это большого вопроса. Невозможно этого не делать, но это невозможно сделать успешно или без вопросов. И соответственно, не остается никакой абсолютной уверенности, которую нам обещает Кант, соответственно, механизмы внутреннего исключения работают по-другому, но все равно остается механизм внутреннего исключения. То есть, какого бы модель мы не взяли, примитивную модель «все люди медведи», очень изысканную модель, что человечество это возвышенное, или талмудическую палестинскую модель, что быть даже человек это или нет, но быть правильным Израилем, это означает пытаться, но не пытаться формулировать божественный закон в форме правил и образцовых поступков, но только пытаться, и не более того. И что самое важное отличие между Кантом и талмудом здесь, что ты не можешь это сделать сам. Это не дело одного человека, который направляется к другому. Тебе нужна критика. Тебе нужно, чтобы другие показали тебе, где ограничения твоей хуцпы, попытаться что-то сформулировать от лица божественного закона. Без того, чтобы говорить, что я пытаюсь сформулировать что-либо от лица божественного закона, я тем не менее разделяю идею, что критика важна, на этом останавливаюсь и приглашаю критику. Большое спасибо, Сергей. Я думаю, что мне лично очень интересно, но не очень просто. Может быть, Саша, ты готов что-нибудь добавить, сказать, пояснить или спросить? Тебе первое слово в рамках обсуждения положено. Спасибо. Я попробую так вот грубо мысль сформулировать, может быть. То есть исключение в данном случае рассматривается как один из примеров любого правила, если я правильно понял здесь. то есть это ситуация, когда на любое утверждение есть какие-то возражения и никакое утверждение, получается, не может восприниматься как истина, как правила. Оно более общее, не связано с проблемой исключения. А это вот сейчас Сережа, если я правильно понял, попытался применить к проблеме исключения свои более ранние рассуждения об устройстве логической системы знаний, в которой я помню, меня совершенно потрясла формулировка, что вместо характерного для европейской такой посткантианской традиции поиска максимально возможной уверенности, значит, Алмуд стремится к хорошо структурированной неуверенности. Я так понял идею, вот я не знаю, Сережа, как реагирует. Да, но есть, спасибо, Саша, большое, это действительно в этом смысле это важный момент, безусловно, однозначно, тут есть, и тут как раз возникают последствия связанные с идеей человечества, потому что до сих пор после французской революции все философы, включая Деррида даже, пытались найти ответ на вопрос, что такое человечество, даже когда они его критиковали. но в общем то, что Деррида при этом он как бы говорит, что я не могу быть уверен, что такое человечество, я также не могу быть уверен, что такое кто такой еврей. Я знаю, что я еврей, но я не уверен, что я джуис, как он говорит. То есть, иначе говоря, тем не менее он пытается дать какой-то ответ ограничить человечество, критиковать его, как то, что возникло после Французской революции. Фуко то же самое делает, есть начало человечества, есть конец человечества, это современное явление и так далее, основанное на абстрактных индивидах, на том, что государство обеспечивает безопасность жизни в обмен на лояльность и так далее. Как Саша говорил хорошо, правильно здесь, это такое мышление в социологических категориях, идентичность, я прямо лежу в группе, там универсальной группе и прочее. Но возникает другой вопрос, возникает вопрос, человечество, может быть, это вопрос, на который нет ответа. Это просто вопрос, это не ответ. И структура в этом смысле, она очень похожа на структуру Израиля. Потому что Израиль, если мы мыслим, как палестинский талмуд, как иллюстрацию того, что такое Израиль, то Израиль тоже, он скорее вопрос, чем ответ. И в этом смысле это перекликается с Сашей, который говорит, что Израиль – это незаконченная категория. Но не в смысле того, что это незаконченное множество, а в том, что это множество, которое, в принципе, не может быть закончено. Потому что оно требует выкалывания, оно требует вот этого внутреннего, возвращаясь к этому образу, с которого я начал, без конечно малой точки, без выкалывания которой непрерывная поверхность становится невозможной. Если можно ворваться в ученую дискуссию, я просто боюсь, что меня прервут. И поэтому я сначала… У меня несколько замечаний, в основном методологического, так сказать, толка. Во-первых, когда мне интересно вот это вот ваше построение про выколотую точку, напоминает мне математические конструкции, электрические кривые, там, точку на бесконечности. И я сразу вспоминаю большие теории нашего учителя философии Лёни Черника про то, что у евреев нету естественного места, и поэтому они как бы являются такой точкой. И в этом смысле кто-то… Вот ту обидную историю, которую Саша процитировал, что вы названы человеком, а иглопоклонники не названы человеком, кто-то сформулировал так, что «Ну а кто такие евреи?» Это они, в общем, почти такие же, как все остальные люди, только чуть-чуть больше люди, чем все остальные. Ну, это так просто ссылкой на Лёню Черника, и можно потом его и пригласить, кстати, Илюшу, и тоже на эту тему с ним побеседовать. Теперь меня немножко… То есть я понимаю, что там стоят какие-то большие теории, я знаю, что вы книжку, и вы много лет этим занимаетесь, но у этой истории, которую вы привели из Иерусалимского Талмуда, есть брат, да, в Вавилонском Талмуде. И надо сказать, что вот эта вот очень странная головокружительная история про то, что человек отменяет гет, разводное письмо, которое он послал, это феерическая предельная конструкция логического, так сказать, безумия в каком-то смысле, или логической экзотики. Просто это и надо рассматривать эти две истории обязательно вместе, потому что человек, который посылает Шалеха, посылает посланника с разводным письмом, а потом его отменяет, мудрецы сказали, что в таком случае работа получится, что человек сможет освободить Бата-Хото, свою племянницу. Дело в том, что есть рекомендации жениться на племяннице, не следует отворачиваться от родственников. А женился на племяннице, а такая произошла, Панчер, такая история неприятная, что племянница изменила, так, казалось бы, теперь все запрещено, и мужу, и любовнику, и все включается, но человек хочет оставить себе свою племянницу, поэтому Иоаннский Томут говорит, он устраивает феерическую историю, он посылает посланника с разводным письмом, потом он отменяет это разводное письмо, включается и юрисдикция мудрецов. Короче говоря, это связано с вавилонской судьей Эйн Онэс Багеттин, в том, что там тоже отменяется, когда мудрецы задним числом вырывают, так сказать, аннулируют брак, и таким образом, может быть, изменившая мужа жена может оставаться с мужем. Короче говоря, мне кажется, эту историю надо рассматривать вместе с вавилонской историей и ее феерическим, логическим, логическим безумием. И рано тащить за уши Канта, пока мы не разобрались в талмудическом бульоне внимательно. Поправьте меня, если я поправлюсь. Спасибо большое. Я, безусловно, не собираюсь поправлять, это было бы неправильно, но я хочу отреагировать, потому что затрагивает очень интересную тему. Конечно, есть сестра или брат судьи в вавле, и, конечно, нужно ее принимать во внимание, она тут уже принята во внимание. Но то, что меня в большей степени здесь интересует, это как раз отличие. Даже не отличие, а просто несоизмеримость этих двух талмудов. Конечно, есть очень интересная дискуссия, это отдельная тема, неуверенности, там хорошо структурировано неуверенности в бавле, это другая история. Также есть дискуссия о сатире, вы абсолютно правы, что это все преувеличение, доведение до галактического безумия. Но есть и вопрос об отношении палестинского талмуда и вавилонского талмуда. Естественно, что мы все, по большей части, привыкли читать их вместе и думать о том, что вавилонский талмуд – это более развитая и совершенная версия, и что палестинский талмуд – только начало всего этого и так далее. Я здесь прорабатываю несколько другой подход, подход, который пытается поставить палестинский талмуд, даже это не талмуд, а вот архив этих текстов, в контекст, который ему более-менее применен, и это означает проведение серьезных очень отличий. Главное отличие, которое здесь методологическое, заключается в том, что бавли, он мишноцентричен в основном. Задача бавли заключается в том, чтобы обсуждать мишно. Мишна потенциально, по крайней мере, надежда всех учреждений в бавилонской дискуссии, в том, что мишно можно защитить, что она правильно запомнена, самый худой конец, что, может быть, исказили формулировку «хасуре михасри в гаха да китане», этим все заканчивается. Но вся дискуссия построена на том, по большей части, в том, чтобы мишно защитить, как правильно... ...равинов. А палестинский талмуд, Иерушалми показывает то, что я здесь в направлении, которое совершенно не вавилонское. Палестинский талмуд показывает, что, в принципе, сформулировать божественный закон в виде правила, это палка о двух концах. В иерушалмистский талмуд видит только одну палку, только один конец. А это палка о двух концах, и они очень осторожно к этому относятся. Соответственно, это совершенно другая модель. Они не мишноцентричны, они не заинтересованы в том, чтобы ставить мишну во главу угла. Мишна, кстати говоря, тоже не мишноцентрична. Мишня, ты получаешь две-три формулировки одного и того же правила. Например, в римских кодексах того же времени было бы абсолютно немыслимо. Правило может иметь только одну формулировку. То есть сама идея, что формулировка правила это уже проблема, это не вавилонский подход. Именно этот подход меня в этом смысле интересовал. Хотя вы, конечно, правы в целом, что вавилонский талмуд в этом смысле тоже смеется над собой, сатиричен. По многих вещах, по словам построения таких феорических, предельных случаев, здесь тоже предельный случай, где-то выпал из кармана. Да, в этом смысле я с вами абсолютно согласен. Я, может быть, использовал ваше замечание для того, чтобы немножко больше его взял в направление, которое для меня важно. Я извиняюсь. Нет, нет. Раз вы учили, то и держите это в фокусе, то тогда все в порядке. Я просто хотел избежать Однобокова, если вы, так сказать, их понимаете. Ну, тут важно очень понять вот этот вот контекст, который в Бавле раскрывается. Я не знаю, почему он раскрывается, ли он в Ирушауме просто, но в Бавле надо обязательно нам посмотреть историю Онас Багетин, где человек дал своей жене условный развод и сказал, что если я не вернусь там до такого-то числа, то ты будешь разведена, а потом он говорит, я хотел вернуться, но там разлилась река или я заболел. Ну, раз вы это держите в фокусе, значит, я думаю, это очень интересно и я постараюсь вникнуть дальше потом в имейли с большим удовольствием проработать. Мне очень интересно это направление разработки, так сказать, отличия греческого дискурса от талмудического и палестинского талмудов. В частности, и их отличия от палестинского и палестинского. Но очень интересно. Если можно, я хотел бы как на правах ведущего, что ли, вернуть себе микрофон на несколько минуточек, потому что, мне кажется, дискуссия по поводу воеволонского Иерусалима и палестинского талмуда это очень интересно, но все-таки это немножечко вводит нас в сторону от основного разговора, и поэтому я подозреваю, что люди, которые не очень ориентированы в плане отношений этих талмудов и вообще все эти специфики, должны сейчас потерять нить разговора. Я хотел бы попробовать вернуться к поставленной в двух выступлениях проблеме, и потом тут есть желающие что-то сказать, предоставлю слово. Но я хотел бы сначала попробовать понять, насколько я вообще правильно понял то, что было сказано. мне кажется, что оба выступления очень друг друга дополняют, но я сейчас хотел бы соотнестись с выступлением Сергея. Значит, что это значит? Что, собственно говоря, правило, оно является правилом в том случае, если оно как бы содержит в себе некоторое внутреннее исключение, то есть что, ну, как говорят по-русски, что исключение подтверждает правило, но значит ли это, что настоящее правило, если оно вот не содержит такого внутреннего исключения в себе, то оно не правило, оно ложное в какой-то степени. Значит, и в таком случае возникает некая более сложная конструкция, чем та, которая была высказана в докладе Саши изначально, потому что он говорил про категоризацию, а тут мы получаем про такую форму, я бы не сказал сказать, исключенной категоризации, то есть категоризации, в которой мы имеем дело с понятиями, которые всегда основаны в самоисключении, то есть они всегда не могут, они не могут рассматриваться как тотальные понятия, они всегда содержат в себе некоторую внутреннюю, внутреннюю, что ли, сингулярность или внутреннюю самоиспреченность, и вот я хочу на этот пример дать ему два поворота, вот такого, если я правильно понял саму идею, по крайней мере, возможно ее понять таким образом. Значит, первый поворот связан с тем, что действительно понятие человека или человечества, как оно отчасти рассматривается, как и в библейском тексте, также оно отчасти рассматривается, ну, в Талмуде это вообще отдельный вопрос, но также оно рассматривается в философии XX века, не является понятием чего-то существующего, то есть мы говорили на предыдущей нашей встрече, что понятие человечества как обозначение некого вида Homo sapiens это понятие ложное, потому что ну, тогда мы можем действительно говорить о человечестве, медвежестве, собачестве и так далее. То есть человечество это вовсе не объединение некого вида живых существ под названием Homo sapiens, потому что человечество это не только вид, потому что для вида вообще не важно, грубо говоря, половина человечества бы исчезла, в какой-то момент вид сохранился бы. Для вида это вообще не играет никакой роли, А для человечества, мы говорим, что это играет роль. И поэтому, в частности, было утверждение, что Холокост – это было преступление против человечества. Почему? Потому что вопрос не в том, что немцы во время войны погибло значительно больше людей, чем 6 миллионов евреев и так далее. Тем не менее, была попытка произвести некую процедуру с понятием человечества, когда кто-то был вынесен или каким-то образом исключен и так далее. Мне кажется, что никакого человечества в этом смысле не существует, потому что, собственно говоря, никакого единства, нет никакого объединения. Можно сказать, что человечество – это некая идея, которая должна существоваться в конце времен или когда-то, в мессианском будущем. Но реально никакого человечества не существует. Более того, понятие Адам, как оно нарисовано в библейском тексте – это тоже странное понятие. Ну, был такой человек по имени Адам, который там жил в неком райском саду, съел там дерево. Но это существо, оно, не знаю, как его назвать, символическое, мифологическое, метафорическое. Ну, непонятно, что это такое вообще. И уж, по крайней мере, точно те люди, которые похоронены евреи или неевреи в Твери и на кладбище, они никак не являются тем самым Адамом. Следовательно, мы говорим, что это понятие Адам – это что-то совершенно непонятное. И в этом смысле философии, я это вижу, начиная от Германа Когена, возникает идея, что человечество тоже должно стать. То есть человечество – это не существующая реальность, но это некоторое предвосхищение того, к чему мы как бы должны прийти. И тут возникает ужасная интересная штука, что для того, чтобы прийти к этому понятию человечеству, необходимо произвести исключение. То есть необходимо, я что имею в виду, что когда вот все, был язык единый и слова одни, да, когда человечество вроде пыталось осуществить себя как единое целое, эмонская башня, то именно это оказалось неправильной. То есть вот попытка такого холизма, объединения, то есть представить себе человечество как некое единое. Вот это та модель, которая, мне кажется, сейчас доминирует, понятие человечества в европейском, что давайте все объединимся, давайте все религии объединим, всех людей объединим, давайте исключим все исключения. У нас нету ни белых, ни черных, ни мужчин, ни женщин, нету евреев и не евреев, неважно там и так далее, и так далее. Все одни. И вот это вот создание человечества по этой модели, то есть модели исключенного исключения, оно приводит к некоторой катастрофе, оно приводит к Омской башне, приводит к некоторому... И вот как описывает библейский текст в 11 главе книги Бытия, то Израиль и еврейский народ, Авраам, возникает именно для того, чтобы внести, проколоть эту идею человечества, внести исключения. Есть некий человек, который не согласен, не согласен участвовать в строительстве Омской башни, Авраам. Весь мир по одну сторону, он по другую сторону. Значит, то есть, иными словами, вот это вот, как это ни странно, это так же, как хава в хлебе, отделить какую-то часть для того, чтобы он стал хлебом. То есть, вот необходимость произвести исключения для того, чтобы целое на чего работать, на чего быть реальным. И тогда получается очень интересно, получается, что, во-первых, получается, что действительно эти понятия двойственны, потому что каждый, исключая другое, они делаются чем-то реальным. А с другой стороны, здесь возникает еще более интересная штука, а что такое вот это вот самоисключение? То есть, иными словами, ну, грубо говоря, вот представим себе, что какой-то человек, который хочет быть евреем, он должен помнить, что для того, чтобы быть евреем, ему нельзя быть евреем. Ему нельзя как бы полностью, это то, о чем пишут некоторые философы типа Элина Бадью, значит, он должен как бы, ну, дальше он должен сделать второй шаг из этого. Потому что, ну, ему нельзя и быть не евреем, ему нельзя быть вообще человеком, ему нельзя также сделаться вот этим абстрактным существом. И в этом смысле я нахожу у Эливинаса, значит, я думаю, что в частности то, что Черняк, может быть, отчасти говорил, потому что евреи – это народ, который в некотором роде сам себя рассматривает как, в некотором смысле вот двойственно сам себя относится, значит, Эливинас говорит вполне конкретно, что быть евреем – это значит, что помнить, что ты в некотором роде пришелец, даже тогда, когда ты являешься оседлым жителем, то есть, когда ты содержишь в себе вот это вот состояние этой исключенности. Вот. То есть, ну, это было несколько моих соображений, я боюсь, что я ушел куда-то в сторону. Вот. Если кто-то хочет сказать, вот я вижу, что Барух, хотя бы поднял руку, вы что скажете? Да. Мне пришло в голову, что то, о чем говорил Сергей, то, что категории неформулируемые из принципов, это является следствием более общей идеи, которую я слышал от Равы Стековского, что вообще еврейский закон, в отличие от закона римского, который дедуктивен, еврейский закон индуктивен. Мишна старается не формулировать принципы, а в основном формулировать конкретные законы, а принципы начинают обсуждать через 200 лет Абай и Рава. Исходя из того, что они считают, что принципы в Мишне есть, только они не сказаны, нужно в них разобраться. И это означает, что еврейский закон не выводится ни с какого конечного количества принципов. У каждого принципа есть исключение, точно так же, как и у этого принципа. И реально эти принципы, никакой из принципов не является самодавляющим, а принципы взаимодействуют друг с другом сложным образом. И мне кажется, что то, о чем говорил Сергей, это является частным случаем этого, то, что категория неформулируемая в виде простых принципов. Вот, что я хотел сказать. Вы как-то ответите. Да, я бы мог отреагировать, если... Есть такой, может быть, тоже вы сталкивались, но я был очень заинтересован прочитать Макса Кадошина, был такой, в 30-х, 40-х годах прошлого века, который, в общем, тоже говорил что-то подобное. Он был неоконтианцем, тоже не случайно. Он говорил о том, что у него было понятие, он по-английски писал concept value, понятие-ценность, то есть понятие, которое нельзя выразить в виде какой-либо формулировки. Это да, я, в общем, с этим согласен, но меня в этом смысле интересует что-то более динамичное. Потому что для Кадошина и, в принципе, для этой идеи, что это все индуктивно и так далее, и так далее, римский закон тоже был индуктивен в каком-то смысле. Только потом началась генерализация принципов. Но то, что мне интересно, это что это гораздо более динамично и оно гораздо более самонедостаточно. Идея о том, что, да, у нас есть сложная эзотерическая система, которую нельзя полностью выразить в одном правиле или в одном принципе, это одно. Но она есть, она замкнута. Другое дело, что это система динамическая. И вот это то, что мне интересно увидеть в палестинском Талмуде. Теперь я хотел бы вернуться к Илье и поблагодарить за ссылку на Левинас и попытку проинтерпретировать. Я сейчас скажу что-то, что меня реально беспокоит и что, может быть, является в каком-то смысле основанием всех этих моих рассуждений, которые пытался здесь развить. Меня беспокоит следующий вопрос. Мы все волей-неволей возвращаемся к Алакосту, к преступлениям против человечества и исходим из современного понятия человечества, универсального человечества, как ответ на Алакост. Ну вот я прочитал книжку, которая называется «Дешультфаге». Карла Ясперсона написала в 1946 году. Он там говорит, написано «Для немцев», «Вины немецкого народа» и прочее, прочее. Так вот, он там различает четыре типа вины, я не буду входить в эти детали, но самое интересное, что для него основанием того, что немцы виноваты, является то, что они проиграли. Отсюда эту войну. Отсюда для меня вытекает очень интересный вопрос. А если бы Германия, например, чисто гипотетически не проиграла, а просто там дошла бы до Урала и просто сама бы себя сожрала, потому что тоталитарные государства, они имеют тенденцию сами себя жрать. Если бы она не проиграла, мы бы тоже все считали, что исключение евреев из человечества – это плохо. Или это только результат того основного факта, что произошла победа? То есть это фактическое или это принципиальное дело? Можно я сразу чуть-чуть отреагирую, Сережа, потому что мне кажется, это страшно важный вопрос. Очень часто это звучит, часто это звучит в сравнении с философией, в связи с, как будто я часто сформулировал, выигрыш. У меня нет, конечно, ответа на этот вопрос, но все-таки внутренне я с этим не согласен. Мне кажется, что скорее произошло нечто большее. Дело в том, что мне кажется, что события, которые произошли в 20 веке в связи с вообще самой историей этой войны и историей поражения Германии в этой войне, и потом история создания государства Израиль, все это некоторые единые цепочки, на мой взгляд, это некие события, значительно большие, чем просто поражение или победа какого-то народа в какой-то войне. События, которые произошли, они более фундаментальны, и поэтому, значит, все-таки есть еще одно интересное исключение. Мне лично неизвестно ни одного народа в истории человечества, может быть, кто-то меня поправит, который взял на себя вину, кроме немцев. Я про это ничего не знаю. Я пытаюсь взвесить, но я могу сказать, что вот, например, мне приходится в социальных сетях сталкиваться с такой ситуацией, когда кто-то говоришь, ну, там, предположим, там, ну да, Советский Союз, он там сделал то-то и то, там, захватил тех или так далее, но это ведь, ну, что делать, вот так вот история устроена, и так далее. И никакого даже мысли о том, чтобы взять на себя ответственность, нету. Значит, ну, я также и не вижу ни у кого другого, значит, я даже, ну, собственно говоря, не вижу исключений каких, я не вижу никого, кто берет на себя ответственность за себя, за свои действия. Вот. И в этом смысле я думаю, что немцы, к какой-то степени, проиграли войну, но они нечто очень важное выиграли. Они, как бы сказать, есть некоторый очень фундаментальный момент какой-то в этом смысле. То есть, вот, я не знаю, насколько эта реакция была. Вот. И в этом плане я думаю, что то, что произошло, вот, я не отношу это к какому-то особому уровню интеллектуальному немцев или чего-нибудь в том роде, я отношу это к коду истории. Вот, к коду истории таков, что оказалось, что произошло некое событие, с одной стороны, в результате которого, и поменялось вся, весь регистр исторический поменялся. Мы просто живем в другом мире, чем мы жили сто лет назад. Это просто совершенно другой мир. Принципиально другой мир, как мне кажется. И то, что при этом некоторое человечество не сделало выводов, в каком смысле, может, немцы какие-то выводы сделали, а человечество, вот, человечество выводов не сделало. Никакой вот эта картинка, которую ты показал там, оно об этом свидетельствует, что человечество все... И поэтому выводы еще должны сделаны быть. То есть, с моей точки зрения, здесь война, в некотором смысле, еще не выиграна, или еще не произошло до конца этого события выигр... Как бы, в некотором роде выиграла Германия, потому что, ну, разгромили нечто чудовищное, что в ней было. Она потеряла, там, не знаю, 90% себя, но при этом она выжила каким-то странным образом. А если говорить о вообще человечестве и так далее, то еще не понятно ничего. И мне кажется, что здесь есть какой-то вызов, который очень важен, который нужно понять, что с ним делать. Человечество так и осталось проектом. Вот, ну, мне кажется, кто-то еще поднимал руку, и, может быть, кто-то хочет еще что-то рассказать, включиться... Это Евгений. Да, пожалуйста. Во-первых, я тут, как бы, много вопросов задели. Что касается Наполеона Бонапарта, Наполеон Бонапарт, он был в шаге создания еврейского государства. Если бы не нужно было Суворова изгнать в Швейцарию, то, наверное, может быть, его египетский поход закончился удачно, и тогда бы евреи получили свою землю. Что касается отношения Германии и евреев, то Германия выиграла этот процесс, эту войну. Потому что в Европе все еврейство было уничтожено. В Европе нет евреев сегодня. Это остатки Помпеи, которые были разрушены. Европа сегодня превратилась насчет человечества. Это тоже не человечество, потому что сегодня Европа оккупирована. Если вы когда бывали в Европе, вы видели, когда вы едете в аэропорт, сколько автоматчиков стоят по дороге. Через каждые полкилометра стоят автоматчики и проверяют, и спрашивают. Поэтому это уже не человечество. Потому что и есть исключение, что Европа должна освободиться от захватчиков и мигрантов. Потому что это тоже враги цивилизации. В общем, вот, а вот насчет еврейства, это действительно, потому что мы рассматриваем победу над Германией. Это победа, допустим, Америки над Германией. Но евреи проиграли эту войну, потому что фактически все еврейство было уничтожено. Евгений, спасибо. Значит, я думаю, что продолжим сейчас нашу дискуссию. Могу я вступить? У меня, значит, такой вопрос. Действительно, Холокост как центральное событие 20 века. Какой вывод сделал ли евреи? Естественный вывод, который сделало человечество, что, чтобы избежать таких катастроф, надо сделать объединенные нации, надо сделать человечество, как Илья говорил. И тогда таких событий не будет. Евреи же сделали совершенно обратный вывод, что мы должны отделиться от человечества, создать свое государство. И надо сказать, что Израиль сейчас уникальное государство, в том смысле, что если Европа говорит, что она объединилась, мы общее человечество, мы принимаем не только тех, которые живут внутри себя, но и беженцев, о которых сейчас говорили. В Америке сейчас это очень серьезная проблема, то есть, если Трамп считает, что надо построить стену, хотеть иммиграцию, сохранить американцев как отдельный народ, то, скажем, либеральные части, левая часть населения считает, что надо сделать бесконтрольную иммиграцию и сделать, скажем, в рамках страны Америка. И в этом смысле Израиль совершенно уникальная страна, потому что сейчас принят закон о национальном государстве, закон, которого, как я понимаю, нет сейчас ни в одном цивилизованной стране. Я не знаю, как там где-нибудь там в Африке, но идея, что эта страна евреев и мы отделяемся, она, как я понимаю, уникальна, как ответ на Холокост. То есть, не объединение, в котором невозможно устраивать Холокост, а именно как отделение. И странным и парадоксальным образом, как я понимаю, эта идея сейчас из-за коронавируса становится всеобщей. Первым делом, когда начался коронавирус, в Израиле прекратили любые контакты с внешним миром. И, в общем-то, эта модель дала неплохие результаты, и она тоже ее принял, тот же Трамп, у которого, как я понимаю, общая, возможно, одна из, один из мотивов его симпатии к Израилю, что он тоже видит свою страну отдельной, хочет, но отдельной от всего остального народа. И, кстати, он тоже сразу прекратил там полеты, за что его поначалу шпыняли, потому что это расизм. Вот недавно Обама говорил, позавчера, по-моему, что это позиция расистов, позиция пытаться отделиться от остального народа. И, как вы понимаете, сейчас ключевой момент в цивилизации, должно ли человечество объединяться и создавать себя, как говорил Илья, или, наоборот, отделяться, чтобы сохраниться, чтобы спастись и чтобы существовать, как, ну да, как один народ. Причем, как я понимаю, хора, она посвящена полностью вопросу, как евреи должны отделиться от остальных. Причем и внутри еврейства, там, Каганы должны отделиться от остальных, там, Дом Давида должен отделиться от остальных. То есть, отделение, как я понимаю, это, возможно, одна из важных идей, которые евреи пытались принести в мир, не очень удачно может быть. Но сейчас, как я понимаю, евреи к этой идее вернулись. Или со мной не согласны? Можно я скажу пару слов? Спасибо, Эмиль. Я очень поздно подключился, это Эмиль говорит. Два слова буквально. Меня слышно? Слышно. Значит, последнему оратору я хочу сказать, что национальный окон – это совершенно не случайность. Мы видели, что Англия вышла из общего рынка, и есть тенденция у других стран тоже хотя бы особиться в своем национальном, так сказать, сознании. Значит, это имеется какая-то закономерность, я с ней не буду говорить, но она важна, я считаю. Почему? Потому что, очевидно, Всевышний создал мир, чтобы он имел какую-то структуру, и только когда есть какие-то противоположности, между ними может быть диалог. А когда все это в одну кашу смешано, ничего получиться не может. Тем более, что по почти две тысячи лет были объединены формально в Галуте евреи с другими народами, и никакого синтеза не произошло. Значит, и началось это деление задолго до мировой войны. Теперь, Илье, я хочу сказать, что я совершенно согласен с тем, что пока не будет какой-то модели антропологической, патологической, что такое Холокост, что такое вообще Вторая мировая война, и Первая, и то, что я объединяю под понятием идеологицизма, в смысле Поппера, да, то есть историцизм, идеологицизм. Пока не будет этой модели, пока этого не будет объяснено, пока человек не может это все осознать, мы можем считать, что это не преодолено, что мы пока находимся, мы заражены вот этим вирусом идеологицизским, так же, как мы заражены вирусом короны. И пока не будет найден этот иммунитет, мы не можем сказать, что мы вышли из этого положения. Вот. Теперь я хочу просто сказать два слова, поскольку я уже в нескольких занятиях присутствую, и я бы хотел, чтобы какое-то продвижение было. То есть у меня созрело такое немножко, я очень коротко это скажу, план определения понятия человечества, да. То есть я его делю на четыре как бы подхода – антропологическое, религиозное, историческое и культурологическое. Значит, его из понятия можно это установить, что антропологическое – это просто человек-семья, человек-род, человек-национальность, человек-государство, то есть происходит какое-то расширение этой, значит, социальной структуры, да, какой-то. Вот. Религиозное – это из Тары, мы знаем, потому что в Таре уже сразу противопоставляются евреи и другие народы, вот, и создаётся модель как бы мини-человечества в самом Израиле, то есть много народу, 12 колен, которые объединены одной торой, одним законом Всевышнего, да, то есть там есть некая модель человечества какое-то вот. Историческое – это фактически то, что я сейчас вот сказал, это Галут, то есть евреи были среди людей, и это повлияло, и это, значит, определило их противостояние, вот, другое, они были во всех странах, и получилось представление евреи и другие, историческое, а культурологическое, оно как бы возвращается частично к антропологическому, то есть благодаря средствам информации, благодаря тому, что человек как бы уже отошёл как бы в космос и может посмотреть на Землю, целиком, и смотреть, что на ней творится, и связан с сетью общей, вот, то он может говорить о влиянии, то есть экологических законах и так далее, вот, и политических проблемах, и вот сейчас проблемах с вирусом, он рассматривает себя как человечество, то есть я думаю, что стоит это разработать как-то, чтобы выяснить, что и где, и как, как это всё взаимосвязано. Теперь у меня совершенно другой подход, вот, по отношению к тому, что говорилось, значит, в каких-то частностях о глубинах непосредственно еврейской веры, я считаю, что из этого, то есть не то, что не из этого, то есть мне кажется, что важно само то, что внесли евреи, то, что они хранят, что для них главное, они хранят веру, то есть если все другие религии, как бы в христианстве Бог умер, значит, ислам как бы выродился во что-то, значит, буддизм, он вообще асоциален, как бы, вот, значит, евреи несут веру, да, они несут веру в кантовском смысле, то есть именно в, значит, эпистемиологическом смысле, то есть есть чувства, представления, ощущения, есть суждения, и в конце концов мы приходим к разуму, то есть суждения и разум, получается, что они, как бы, противоречат друг другу, и вот в самом разуме открывается эта сфера свободы, как вера, значит, то есть весь мир, как бы, хранит культуру, так или иначе, это их, они создали искусство, они создали науку, значит, а то, что характерно для евреев, это то, что они хранят именно вот саму способность веры, как некое эпистемиологическое особое знание, которое мир теряет, и из-за этого, мне кажется, он не разрушается, да, то есть он, как бы, получается разброд, то есть, и если мы посмотрим на селедний мир, то это акцентирование того, что создание государства Израиль происходит именно сейчас, то есть я считаю, что это вот на фоне противооставления, значит, других конфессий и других национальностей, то есть это, очевидно, есть его, как бы, главная сейчас, и она всегда была идея, то есть это есть идея еврейская, что есть знание веры, кроме, несмотря на то, что Всевышний создал мир, мы познаем мир, это создает культуру, есть еще некое другое знание разума, то есть, когда мы приходим к антиномиям, мы необходимо приходим к вере, ее надо как-то культивировать, ее надо как-то упорядочить, и, очевидно, стоит вопрос о том, как это сделать по-современному, не так, как это, значит, в наших традициях это очень хорошо, как бы, закреплено и сделано все, но вот проблема о том, как вести этот диалог сейчас между культурой и верой, да, как прийти к этому единству, которое мы находим в трех тритиках Канта, вот, это, как бы, мне кажется, главный вопрос, значит, того, и создание государства Израиля, и я считаю, что это должно быть и нашей беседой. — Большое спасибо, вот, это очень интересно все, мне кажется, хорошее дополнение, поскольку наше время, так сказать, постепенно двигается к концу, я хотел бы узнать, во-первых, если кто-то, кто что-то очень хотел сказать, еще не говорил, и у него есть желание как-то высказаться или спросить из участников нашего сегодня, из тех, кто остались, по крайней мере, на данный момент в сообщении, если нет, то я хотел бы в обратном порядке, да, есть кто-то? — Да, если можно, хотел бы сказать. — Можно. В отношении, ну, в общем-то, по поводу предыдущего, предыдущих тем, самое первое, это то, что произошло, в данном случае, вот, в Европе, по поводу Второй мировой войны и после этого объединение Европы, вообще говоря, это в данном случае, как сказать, случайная констелляция конкретных факторов, которые, 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 что объединение, и Европа сейчас идет к полному развалу. То, что, то, что было, почему это произошло, почему вообще Евросоюз, это, ну, опять-таки, я хочу подсказать в двух словах, когда опять-таки возвращаемся к той самой христианской теме, поскольку это было вот в свое время, где-то в сороковые-пятьдесятые годы, это христианско-демократические партии, при большом, при очень большом влиянии Ватикана, в которых, вообще говоря, была идея восстановить Римскую империю, то есть то, что было, то, что было когда-то. То есть все, если посмотреть, кто выступал, это были христианско-демократические партии, которые это объединили. Ну, с той поры Европа, в общем-то, в отношении, в отличие от 50-х годов, она перестала быть христианской во многом, и, скажем, база для того, чтобы вообще существовало такое объединение, она не существует. Если взять и исключить Европу, то, в общем-то, нигде в мире не наблюдается никаких объединительных тенденций. Ни в Латинской Америке, хотя, казалось бы, там страны очень близки, не сравнимо ближе, чем в Европе, по всем признакам, ближе друг к другу, ни тем более в Азии. В Восточной Азии страны крайне националистические, можно сказать, это и Япония, и Китай, и Корея, и Вьетнам. Не видно даже никакого объединения ни в Южной Азии, ни даже в Африке. То есть, хотя, казалось бы, африканские страны, они, в общем-то, в очень большей степени это искусственно созданные страны. То есть, там, что касается Израиля, то, вот то, что мы говорили, что, вот так сказать, что в каком плане мы исключение, или наоборот, не исключение. Ну, можно сказать следующее. Израиль, то есть, там у него есть, в каком плане он, можно сказать, избран. Избран он быть, чтобы народов священников. То есть, у него определенная, определенная миссия. В каком плане можно, можно сказать, что это выполняется? Ну, на самом деле, достаточно просто. Не просто сравнить, так сказать, вот в истории, и вообще в текущий момент, в какой степени, скажем так, евреи знали Тору, и в какой степени, и знаю сейчас Тору, и в какой степени, можно сказать, любые, сравнить с другими народами, в какой степени они знают свою религию, свою историческую традицию, то возникает огромная разница. Это просто можно наблюдать. Естественно, все-таки есть исключение. Но вот если там, среди других народов, те, кто знают, составляют очень небольшую касту, здесь, среди евреев, это, в общем, довольно относительно мое массовое явление. Конечно, не стопроцентное, но достаточно массовое. В этом плане, можно сказать, что мы исключение от других, которые выполняют свою функцию. Ну, я не знаю, если еще... Саша, если можно, значит, я верну себе микрофон в качестве ведущего. Значит, большое спасибо. Ну, вот эти оба последних, так сказать, со-выступления, они немножечко говорят о общей теме, но не совсем акцентируют внимание на тех проблемах, которые были поставлены, собственно говоря, докладчиками. Но время наше, в общем, все-таки подошло к концу, поэтому я хотел бы последовательно передать слово сначала Сергею, потом Саше. Мне кажется, в таком порядке лучше, чтобы была, так сказать, такая реверсия, инверсная структура, реприза. Значит, если вы готовы взять слово, хотя бы на минутку, чтобы подвести какой-то итог, потому что нам нужно уже завершать нашу состоящую сегодняшнюю. Я хочу поблагодарить за все комментарии. Это было очень полезное обсуждение для меня. Еще раз большая благодарность Илье за то, что все это произошло. И, естественно, сама дискуссия показывает, насколько сложная тема, это исключение, как легко перейти от... Как трудно удержаться на уровне внутреннего исключения этой проблемы, как легко перейти на линейное исключение. Я еще раз очень благодарен за комментарии. Спасибо, Саша. Спасибо. Я, правда, вот задал тут вопрос Сергею в чате. Но он такой действительно мелкий и технический, но у меня как-то... Ответ случайно. Понял. Все, жалко. Я думал, там будет какая-то связь между темой развода и... А, это тема есть. Израиль и отношения с Богом, и тема развода, и отмененного завета. Это все, да, конечно. Это все тут. Но это не потому, что я это выбрал. Меня интересовал формальный момент. Проблема артикулирования. Ну, так получилось, что это еще и тематически. Понятно. Ну, я, собственно, хочу просто присоединиться к благодарностям Сереже. И я очень рад, что наши соображения в какой-то степени совпали, потому что это даже немножко неожиданно для меня было. И всех поблагодарить за обсуждение. Спасибо. И за то, что... Спасибо, Саша. А рука, которая поднялась от администратора сайта, это было желание что-то сказать или просто вопрос о том, когда мы закругляемся? Мы уже закругляемся более-менее. Я хочу тоже всех поблагодарить. Здесь, мне кажется, что тема, которая была сегодня поставлена, очень важная, очень глубокая. И меня лично она, по крайней мере, очень сильно взволновала. Действительно, очень легко уйти от обсуждения этой конкретной темы вообще в общие такие проблемы про Израиль и человечество, что мы тоже хотели поставить и будем об этом еще говорить. Мы планируем через неделю следующую встречу. Всех приглашаем. Это будет Минахим Иглом рассказывать про концепцию Израиля и человечества в асидизме. Конкретно Рабинаховна избрасывается до Коэна из Люблина. Это наверняка будет захватывающе интересно. Вот. Поэтому, ну, в общем, всем большое спасибо. И мы можем... Натан, я думаю, что мы закончили. Спасибо. 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 Спасибо.